Отрывок из главы 18 «В деле жизни» Конкорде и Генина Антаровой Анна сама ела очень мало, но настаивала, чтобы я проявила внимание к восточным людям. Мы успели в гости насытиться восточными закусками, как два человека внесли заказанные нами волшебные корзины цветов. Кроме наших была еще не менее оригинальная изящная корзина орхидеи, вставленная в прекрасную хрустальную лазу, которую поставили прямо перед Анной. «Это, несомненно, вам шлет привет капитан, с которым мы вместе выбирали для вас цветы», – тихо сказал я Анне. «Если бы сегодня не так сильно сияло мое сердце, я бы рассердилась, но сегодня я ни на что и ни на кого сердиться не могу», – ответила она мне. «Помилуйте! Человек так преклоняется перед вашей красотой, так искренне передает вам свой восторг!» «Посмотрите, каким тонким вкусом надо обладать, чтобы так сложить орхидеи, ведь это целая симфония от розового до черного цветов, а вы говорите, что могли бы рассердиться!» – эмоционально воскликнул я, обидясь на моего друга. «Вы меня не поняли, Левушка, я не так сказала, конечно. Должен быть большой художественный вкус у человека, умеющего так подавать цветы. Но этот изысканный вкус ваш капитан растачает всем и всюду, играя им, как манком красоты!» «Моему же сердце – дорогота, красота, в которой отражено не только изящество вкуса, но и изящество духа!» «Мало сказать доброе утро, а вот что вложено в это доброе утро – это чуткое, тонкое сердце. Не обмануть замысловатыми словами, номеричами, потому что чуткое сердце считывает, оно знает, оно прекрасно знает, видит оно, понимает то, что порой может даже не видеть другой человек. Но вот этот огонь вибраций, вот эта вот слышимость тонкая, она всегда слышна и видно, что человек восхищается, не восхищается. Даже молча можно восхищаться человеком, или человек по-настоящему дорожит или не дорожит, насколько он уважает, не уважает другого, насколько он эгоистичек, насколько он на самом деле мудрый, насколько… И это всё, оно просто есть. И разные люди, говоря просто даже «доброе утро», совершенно по-разному будут звучать у них, у них, казалось бы, два слова, но аромат будет совершенно разный. И вот об этом и говорит Анна, что это ясно, потому что она встретила величайшую личность Ананду, и, конечно, тот капитан с цветочкой. Да, то есть, что человек вкладывает, я думаю, не стоит обижаться, если твое «доброе утро» не принято, твои знаки внимания как-то отвергнуты. Они… Другой-то человек, по сути, ничего не должен, потому что если человек делает от доброго сердца, во-первых, это всегда почувствуется. Если он делает из огня вот этой жертвенности, бескорыстия, такого огня светлого, это всегда почувствуется, это будет принято обязательно. Ну, а если как бы очень много осквернения какого-то, то и сам дар, сам подарок, сами слова будут нести, такую тяжесть, которую не захочется хранить ни в сердце, ни в своем пространстве, а захочется поскорее просто избавиться от этих вещей, вот, от этих слов из памяти и отстраниться от такой личности. Поэтому святых мудрецов их ищут, ищут жизнями, чтобы… Ну, потому что… Ну, потому что вот так. Мудреца нужно еще доразвиться, чтобы даже просто встретить его, получать наставление, доразвиться по-настоящему. И, конечно, не обижаться на то, что тебя не принимают, тебя не хотят слушать, ты неинтересен. Ну, может быть, просто в другом месте может быть полезен человек такой, там, где его уровень будет подходить. Хотя, на самом деле, голос любви, он слышен, его чувствуют всегда, если он идет из сердца. Вот. Главное, вовремя остановиться. Вот. Дать себе возможность все-таки передыхать, отдыхать, потому что пока еще есть какая-то оскверненность низкими материями, вот, вибрациями, вот этой материальной жизнью. Все равно от этого приходится и нужно очищаться, а это нужно время, как и на коптилку кармы, которой вот эта энергия приходит. Ее все равно нужно перерабатывать и коптить в свет, да. То есть делать определенные действия, конкретные, ну, грубо говоря, молитвы, да, покаяние читать. Вот. Потому что это работа, которую человек должен выполнять, вот, чтобы светить дальше. Как говорят же, что сейчас время выпускных экзаменов, что сейчас время очищения, очень мощной отработки кармической, вот. Сейчас просто плотно очень идет поток кармы, сейчас уже время такое для каждого.